Всем привет, дорогие друзья, с вами видеоблог Бирваре. И раз уж я, судя по вашим комментариям, скатился, то теперь я могу, в принципе, делать все, что мне самому хочется, абсолютно плевав на тренды. А я даже сегодня не буду освещение включать, прям так, в ламповой темноте кухни, сниму обзор на пиво Хазелхоф. Пиво Хазелхоф, мне кажется, как раз-таки вполне себе может попасть в тренды, потому что это относительно новинка. И вполне может стать новинкой этого года. Это очередная серия крафтового пива от достаточно крупной компании. В данном случае это компания Вятич. Вятич нам уже произвел Иппа и прочие Эли под своим брендом. Иппа Трифон даже неплохие оценки у нас завоевал. Но вот этот я, честно говоря, очень удивился, когда видел на полке. То есть я купил это в Перекрестке и я подошел к этому как к реально импортному пивасу. То есть я увидел такую достаточно эффектную, модерновую этикеточку с клевым логотипом, похожий на какую-нибудь игру про танки или корабли. Конкретно вот это бы смотрелось бы там очень гармонично. И я думал, что это какой-то крафт, который привезли и поставили в X5. Цена 89 рублей навела меня на мысль, что что-то здесь явно неспроста. И я увидел, что это сделано на Вятич. Я не стал специально читать никаких маркетинговых историй. Наверняка они что-нибудь придумали, что какой-нибудь пивовар Хайзельхов из Германии случайно попал по обмену на завод Вятич еще в 1969 году. Там его взяли в плен сотрудницы цеха по производству стиральных машин и сушилок и заставили его варить пиво и сексуально ублажать его. Так он собственно и остался. И так как делать ему другого ничего не оставалось, он сварил пиво Хайзельхов, рецепты которого были безвозвратно потеряны, и вот их в 2017 году нашла уборщица Баба Майя, вспомнила про сексуального пивовара Хайзельхов и отнесла рецепты главному пивовару Вятича, после чего он решил запустить крафт в усилии. У нас Апа, Стаут и Вайцем. Начать я решил с Апы. Сразу скажу, что я заметил, что у пива неровно налито, абсолютно неровно налито пиво по бутылкам. То есть Апы здесь чуть меньше, Стаут и чуть больше, У Вайцена максимально много, и еще у Вайцена криво наклеена этикетка. Этикетка сообщает, что это handcrafted beer, и что означает, что пиво сварено максимально вручную. Мне на самом деле очень странно, как это выглядит в рамках большого пивоваренного комбината. То есть стоит машина, которая автоматически разливает пиво по бутылкам. Стоит аппарат, который наклеивает этикетки. И это все останавливается, и пиво начинает разливаться вручную, не знаю, с помощью какого-то шланчика. И этикетки тоже начинают наклеиваться вручную, просто для того, чтобы подчеркнуть аутентичность этого пива, я не понимаю. И над этим сейчас стоит главный технолог Вятичи, и такой, сука, клей криво. А ну-ка криво наклеила. Сука, блядь, ты что, ровно клеишь? Ну-ка клей криво, это же крафтовое пиво. Это пиво сварил пивовар Хазельхоф. От него ушла жена, у него проблемы. Он микрозайм у метро взял и не отдает. И к нему коллекторы стучатся. Он наспех варит это пиво, он очень торопится. Сука, приклей быстро криво этикетку. Ты что, ты что, ты что? Эй, погоди, погоди, ты вровень наливаешь? Ну-ка быстро, быстро наливай вот так вот. А ты вообще еще и плюнь в чану, Хазельхоф. И вообще сегодня плохой день. Я не знаю, как-то так, наверное, это происходит. Давайте начнем с Апы. Крепость у Апы 5,5. Мальти ПЛЛ Виз Эн Экстра Крисп Несс Энд Панчи Фрути Аромас. Аромас, аромас. Сообщает нам этикетка. То есть мы должны с вами получить классический, классический карамельный аппо терпкий с фруктовыми, с фруктовыми ароматами. Но, не знаю, пенка, пенка выглядит довольно-таки, пенка выглядит довольно-таки симпатично. Она плотная, состоит из, состоит из мелких пузырьков. Однако, все равно, по загазированности пиво не похоже на крафт. То есть оно загазировано, как лимонад. То есть, в принципе, вид этого пива, если бы я вдруг сейчас обозревал это пиво вслепую, чего я не делаю, потому что у меня нет друзей, которые бы мне могли бы это пиво подать, я бы первым делом заметил, что это у пива крупные пузырьки, что характерно для фабричного пива. Несмотря на то, что этикетка наклеена криво, искусственная газация углекислотой, она выдает пиво, сваренное на большом заводе. Если брать во внимание то, что попытка сделать бренд Хазельхов от Вятича, это попытка угнаться за Волковской пивоварней, то есть, дочерним брендом МПК, здесь это пиво явно стоит сравнивать с пивом АПА от МПК. И я вам скажу, что это пиво менее удачное, чем АПА от МПК. Хотя бы потому, что оно очень водянистое. Конкретный запах ржавого водопроводного крана, сменяющийся горечью, и очень быстро смывается это все, очень быстро это все смывается, потому что пиво очень жутко. Горечь, которая якобы характерна для АП, которую постарались здесь делать пивовары, она абсолютно неприятная, то есть не хочется этой горечью наслаждаться, она не разлагается, как в других крафтовых сортах, на какие-то оттенки вкуса, и хочется, чтобы эта горечь быстрее прошла. А слава богу, водянистость пива не дает долго быть наедине. Не знаю, сказать, что это отвратительное пиво, да нет, не скажу. Пить его вполне себе можно, но, опять же, я бы это пиво сравнивал бы даже не с АП от Волковской пивоварки, потому что там конкретно есть намек на АПа. Это пиво я бы сравнивал с каким-нибудь пивом твердый знак. А вот это пиво, наверное, будет с ним конкурировать, но тогда оно должно стоить явно подешевле. Следующее я хочу попробовать Вайдсен. Все-таки к Вайдсену наш видеоблог всегда был благоскламен, и, может быть, с ним как-то получится, и уже по цвету могу сказать, что цвет что-то щелевается на цвет. Цвет кировского живого нефильтрованного явно здесь, но, кстати, пузырьки здесь мелкие, то есть такой явной углекислоты, как в АПе, здесь нет. Handcrafted Beer, Pale High Carbonate, Wit German Beer with a citrus-like taste, алкоголь 4,9, но, в принципе, да, немецкая пшеничка, она должна быть a citrus-like taste, ну, пахнет, пахнет мусорным ведром, которое вы не вынесли с вечера, потому что плохая примета с вечера выносить мусорное ведро. Оставили его на ночь, и оно прокисло, и утром вы на кухню заходите и такие, вот ты ж, ёптить! На вкус примерно так же. Я думаю, что если бы на это пиво налепили бы кировское живое бочковое, и здесь вот такие вот колосочки бы, то это пиво бы отлично бы зашло какому-нибудь дяде Ване, который отпахал смену, взял себе шкалик и пивка какого-нибудь чисто запивать. Вот мне кажется, вот это пиво бы зашло, то есть сказать, что это handcrafted, но, сука, мне это стыдно, это стыдно наливать вот в эту бутылку, то есть для того, чтобы вы понимали, вот это модный крафтовый бар, вот вы смотрите, и вам уже гей с чёлочкой из-за барной стойки улыбается, подмигиваю, приглашаю вас попробовать очередной кислячок. Здесь баба Валя, которая вам разливает пивас в разливайке. Брутальная, брутальная женщина с ярким макияжем, которая очень торопит вас, потому что скопилась очередь, потому что у неё оборудование, вот этот вот пеногаз, вот этот вот, который, с которого она вам пиво наливает в полтора, оно у неё подтормаживает, там что-то плохо, клапана травит, пиво плохо льётся, и она на вас ругается. И когда вы ей ещё тысячу даёте, а на сдачу вам должна дать 300 рублей, она бесится, потому что ты, сука, без сдачи не можешь дать, и говорит, померить-то нет, что ли? Вот это вот примерно так выглядит, то есть... Не знаю, Трифон Вайтсон, он был совсем, совсем сладкий, с омерзительной сладостью, и здесь добавили немножко кислинки, но вот это вот цитрус-like taste, его вообще нет. Если бы это было не свежее пиво, сваренное в ноябре месяце, я бы, наверное, решил, что это пиво испорчено, но это омерзительно, дорогие друзья. Нет, это пиво вообще не имеет права на жизнь, вообще всё к чертям вообще. Последнее пиво, которое я хочу попробовать, это стаут Heizelhoff Handcrafted Beer алкоголь 4,3, что меня, в общем-то, уже настраивает на достаточно позитивный лад, потому что я всегда говорил, что крафтовые стауты крепостью 9, 10 и выше это извращение. Я люблю лёгкие стауты, потому что стаут, он, в принципе, должен быть лёгким напитком, настраивающим на весёлую, позитивную беседу в ирландском баре с твоими друзьями ирландцами. Original Dark Beer почему-то здесь, вот здесь написано всё, весь текст написан вот так, а здесь почему-то он написан вот так. Но, не знаю, возможно, для того, чтобы ты взболтал пивасик, и он тебе вхлебало, брызнул. Original Dark Beer with a remarkable flavor and enjoyable hints of roasted caramel. Ну, опять же, всё правильно пишут, то есть, roasted caramel это именно то, что... Это именно то же... А вот, пожалуйста, мы с вами взболтали пивко. Вот оно у нас уже и приветствует нас своей шапочкой. Именно... Именно рост, это карамел, это именно то, что должно быть. И вот пив, кстати, густой, то есть оно... А сколько здесь плотности? Плотность 11. То есть, да, в принципе, плотность... Плотность вполне себе неплохая. Но стаутов мы попробовали с вами некоторое количество. От комовников стаут мы попробовали, я его очень хвалил. И от сибирска Caron стаут был тоже вполне себе неплохой. Но давайте вятский стаут. Пахнет очень странно. Вот очень такой, знаете, remarkable flavor. Вот прям вот конкретный flavor от этого пива, но не отталкивающий. Не отталкивающий. Давайте попробуем. Ну вот тоже как-то вот это все спорно. С одной стороны, вроде здесь есть горчинка, с одной стороны, есть здесь жженка, но как-то это все хренак и смывается. То есть, просто вот раз и все, и пропало. И нет этого вкуса. То есть, и вроде такой, я начал пить, я такой, ну вот, да-да-да, стаут, и где он? И вот я не знаю, на самом деле, как так получается, но это пиво, оно похоже на Аппу, но все-таки, наверное, лучше. То есть, если сравниваем Хайзельхов Аппа с Аппой от Волковской пивоварни, я сказал, что Аппа от Волковской лучше. Здесь все-таки стаут, наверное, встает в один ряд с хамовниками и стаутом от Сибирской корон, хотя я давно не пробовал, но по вкусу он относительно беден. То есть, в принципе, со стаутом сложно накосячить. То есть, ты берешь просто жженый солод, кладешь туда, и вот у тебя жженка уже стаутовая во вкусе. При этом пиво такое же, такое же абсолютно невзрачное и абсолютно такой же дух ржавого крана. Даже не ржавого крана, а вот бачок унитаза такой с заржавленными внутренностями, который трудовик наш принес на урок для того, чтобы детишки-то, в общем-то, поняли, в чем заключается ценность урока труда в жизни настоящего мужчины. И, как вы поняли, пиво это весьма себе пьяное. Дорогие друзья, несмотря на то, что я вливал, собственно, из каждой бутылки практически большую часть, пивко мне по шарам-то, в общем-то, дало. По поводу стаута я скажу, что, наверное, это пиво единственное, которое я допью, потому что здесь есть некая своя фишка, возможно, потому что мне просто нравится легкий стаут. Но при этом это пиво мне хотя бы что-то дает. То есть вот эта вот кислая водянистая жижка все-таки сменяется той самой жженкой, которую я бы, наверное, хотел получить от стаута. И пенка здесь ведет себя максимально хорошо. И, в принципе, это пиво, наверное, мне больше всех нравится, а может быть просто потому, что я уже подпил и более лояльно отношусь ко всему происходящему. Ну, фиг знает, на самом деле, я могу поспорить, что это пиво мы скоро с вами увидим по акции в тех же самых крупных магазинах, типа Перекрестка, потому что пиво особо брать никто не будет, его будут сливать. Есть более классный крафтовый сортат пивоварен. Московская пивоваренная компания, в первую очередь, делает более классный продукт. Поэтому попробовать, наверное, стоит, но решать вам в итоге, дорогие друзья. А с вами был видеоблог «Берекрестка». Всем спасибо, дорогие друзья. Всем пока.